Привет, мои друзья! Сразу после того, как Энгин сказал «Я посылаю вам проблему», как отец в видео, я думаю, что тело, найденное в машине молодых людей, скорее всего, может принадлежать Зоферу. Другими словами, поскольку Сердар фактически работал на Энгина, он сознательно решил сбежать с контрольно-пропускного пункта. Поскольку Зофер ранее закопал его тело, я предполагаю, что план по похищению машины с трупом у полиции был осуществлен намеренно теми, кто поручил Сердару. Побег от полиции или паника из-за других преступлений, потому что у него уже были деньги, не были виной кого-то вроде Сердара, хладнокровного курьера и грязной работы. Короче говоря, деньги, депонированные на банковских счетах, открытых молодыми людьми под вымышленными именами, приведут к тому, что их будут судить по подозрению в убийстве кого-то в обмен на деньги. Тем временем в социальных сетях ведутся важные дебаты между теми, кто считает план Джейленой скрыть видео и осудить те, кто правильным, и теми, кто утверждает, что действия Эльгаза справедливы. Как вы думаете, Эльгаз или Джейлен правы? Буду рад, если вы поделитесь своими мыслями в комментариях. Кроме того, не забудем деталь, что 16-летняя девушка, пришедшая к прокурору Дерри в эпизоде, отсутствует. Другими словами, в качестве второй возможности мы можем сказать, что существует вероятность того, что обгоревшее тело, найденное в машине, принадлежит этой девушке. Неудивительно, если труп молодой девушки найдут, поскольку ситуация соответствует возрасту молодых людей. Этот план также может быть инструкцией, которую банда, назначившая молодых людей, получила от Энгина перед его смертью. Причем обнаружение тела произошло одновременно с возвращением Эльгаза в прокуратуру и сокрытием видеозаписи Джейленом. Поэтому было бы резонно думать, что развитие событий не было случайным. Более того, я предполагаю, что мы можем ожидать, что другие изображения или подсказки, такие как видео, отправленное Джейлену Энгином, будут доставлены другим именам в следующих разделах. Другими словами, начнется новая головоломка, в которой главные герои, такие как Эльгаз, Парс, Джейлен и Рен, будут задействованы, чтобы решить проблему, как отцы, которых Эльгин оставил Джейлен. Я думаю, мы увидим много напряжения, приключений и тайн в процессе сборки кусочков этой головоломки. Во-первых, было бы трудно опознать обгоревший труп. По этой причине я думаю, что мы не должны ждать, пока тело будет немедленно опознано и доказано, что оно принадлежит заферу. Событие пока будет переживаться в совершенно других измерениях, и когда тело будет опознано в неожиданный момент, семья Эргован испытает самую большую ударную волну. Иными словами, можно сказать, что сценарист потихоньку начал разогревать подготовку к разводу решетка Элси во вселенной, которую Эльгин сконструировал из потустороннего мира. В первую очередь мы будем следить за процессом задержания и допроса молодых людей полицией. Я думаю, что старейшин шокировал тот факт, что Мервей Сердар, которые были вызваны в качестве подозреваемых в смерти Инджи вместо с дочерью Эрина Тухчи, сестрой Эльгаза Чинары племянницей Джейлен Парлы, которые обычно даже не показывают своим семьям, что они знают друг друга, допрашиваются в тот же автомобиль из-за сгоревшего трупа. Итак, представьте себе, инспектор Эрен и его начальник Митин допрашивают пятерых подозреваемых по поводу обгоревшего трупа, застрявшего в машине. Картина, с которой столкнутся Эрен, Митин, Ильгаз и Джейлен, заставит их произнести следующие слова. Какой у нас кошмар. Мы видим, как пятеро подростков похищают сгоревшее тело у полиции. Правда в том, что те, кто ищет справедливости, сойдут с ума от преступлений своих родственников. Потому что такие подробности, как то, что молодые люди являются наркокурьерами и перевод денег на их счета по поддельным документам, так или иначе всплывут. Кроме того, кузов и транспортные средства будут осмотрены. Параллельно с этим процессом, я думаю, мы увидим совершенно новые эпизоды, в которых Эрен, Ильгаз, Джейлен и Митин будут бороться между защитой своих близких и отправлением правосудия, и причинят им много боли. Разумеется, Екта Тельмен будет отпущен, так как прокурор будет обрабатывать переданное ему Парсом Ильгазом видео, и Екте будет предъявлено обвинение. Мы будем ждать, пока Екта выйдет за пределы атаки на цели на следующем этапе. Екта вернется как бомба в следующем эпизоде. С другой стороны, между Ильгазом и Читой Джейлен продолжат дуть холодные ветры. Но теперь, когда один из них будет изо всех сил добиваться справедливости для своего племянника, а другой, для своего брата, им снова придется встать солидарно, плечом к плечу. Более того, на этот раз из-за Тухчи, которому придется очень трудно, инспектор Эрен, и из-за матери Тухча Азлем. С другой стороны, заявление Парса было очень содержательным после того, как прокурор Ильгаз, который раскрыл его, пытаясь использовать неву с инструкцией, полученной от Джуни Икта, сообщил Парсу. «Я устал сейчас заставлять людей вести себя прилично», справедливо сказал Парс. Опять же, в эпизоде Ильгаз, действующий с подозрением, как и подобает прокуратуре, и достигший видео своей разведкой, были отличными сценами. Несмотря на то, что Джейлен влюблена в Ильгаза, который поддерживает ее в самые трудные времена, из противоположного поведения этих двоих возникает чудесная гармония. Можно сказать, что тайное ожидание Ильгазом изменения Джейлен, которая говорит, что «я приняла тебя такой, какая ты есть», было эффектным выражением, подчеркивающим противоречия, переживаемое сегодняшними парами. Я предполагаю, что мы можем увидеть Геркема, секрет Деда Мирдана и главу о его знакомстве с семьей Кай через пару клав. Поскольку Геркем страдает аутизмом, похоже, отсюда мы будем наблюдать важную историю сострадания. Этот процесс, с другой стороны, вызовет положительные сомнения в характере Мирдана в семье Кай, если он расскажет о том, что ребенок усыновлен. Судя по всему, решение Айлен о разводе будет происходить в семье Эргуон. Однако, хотя позиция Дюля, отговаривающая Айлен от развода, была абсурдной, она стала важным примером в традиционных семейных структурах, отражая логику заметания проблемы под ковер. Две супружеские пары, позорная история неверности, невинный и нерожденный ребенок. Более того, она наивная мать, пытающаяся помешать дочери сделать правильный шаг в первый раз. Сколько историй из этого вышло, даже гадать утомительно. Можно сказать, что деталь, за которую выступал Дерия, была деталью, отражающей правоточащую рану общества. Когда мы научимся смотреть на человека перед собой не как на мужчину или женщину, а прежде всего как на человека, мы сможем смотреть с надеждой, что, может быть, что-то улучшится. Эта потрясающая ссылка сценариста была потрясающей. Несмотря на попытки Джунит использовать Неву, мы ожидали от тех, кто пытался осуществить правосудие, правильного поведения, что судья Нева сделала то, что, как она знала, было правильным. Я надеюсь, что если с этого момента Джунит будет немного искренен в своих отношениях с Невой, он предпочтет действовать, избавившись от ярмоэкты. Мы подошли к концу еще одного видео. Вы можете поделиться своими мыслями о нашей серии с нами в разделе комментариев. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Позаботьтесь о себе. До свидания. До свидания.